Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Сегодня наша очередная встреча. Мы встречаемся опять в вашем родном городе Рязани. Прошло буквально не так много времени после завершившегося чемпионата мира в Астане. И сегодня мы получили, не сегодня, а вообще в течение месяца получали ряд вопросов от ваших болельщиков, которые интересуются вашей спортивной и личной жизнью. И мы хотели бы эти вопросы озвучить, а вы по возможности ответить на эти вопросы. Прошедший чемпионат мира в Астане, ваша очередная медаль, серебряная. Основные поединки до финала вы прошли достаточно успешно. И вот вопрос от одного из ваших болельщиков, который звучит так. С чем связаны нехарактерные победы в предварительных поединках? Ну, вы несколько поединков выиграли в борьбе лежа, в партнерной вазе. Хотя ваша техника основная – это стойки, броски со стойки. Как вы можете прокомментировать или ответить на этот вопрос? Ну, сейчас очень много внимания у вас уделяется на сбор борьбе в партнере, чтобы… ну, и преследованию в партнере. Ну, как бы, наверное, из-за этого. То есть это результат вот этой работы? Да, работы на сбор. То есть сейчас вы именно так глубоко и… Ну, преследованию в партнере, да. Плодотворно. И это вот… вам нравится такая работа в партнере? Ну, конечно, бросил, например, на юг, там, на вазаре, не подъеду. Дорабатываешь сразу в партнере. Спасибо. Надеемся, мы удовлетворили вашего болельщика, ответив на этот вопрос. И следующий вопрос. Многих, многие болельщики в вашем мире ждали золотой медали. Но это не секрет, как бы, не только в России, но и в мире, кто следит за вашей карьерой. Что пошло не так в финальном поединке? Он был равный, упорный. После, вот, через 30 дней, как бы, да, вы сейчас анализируете, что произошло не так? Что помешало, что не дало вам, вот, одержать победу и получить заветную золотую медаль? Ну, кореец, я уже с ним боролся до этого на большом шлеме. В тот, в том году. Ну, в тот раз я его не выиграл, за 3-3 боролись. То есть я в начале встречи бросил его, и, ну, как бы, удержал преимущество. А сейчас, думаю, как бы, не получалось броситься, очень много атаковал его. И силы чуть-чуть позакончились в конце, да. Вот, он был посвежее. И мы провел 3 атаки. И, конечно, дали замечание. Неправильно, тактически, может, построил. Спасибо. Еще один вопрос от ваших поклонников. Олимпиада в Рио. Она уже практически, так сказать, на финишной прямой, да, подготовка идет. И состав российской сборной еще не определен. Какая конкуренция и какие шансы на попадание в основной состав олимпийский? Как вы расцениваете свои силы и возможности? Ну, вот после чемпионата мира шансы, конечно, увеличились. Ну, все решает главный тренер, это Уганбер. Еще будут турниры, но как бы, ну, короче, шансы высокие. Шансы высокие. Спасибо. И заключительный вопрос по теме вашей спортивной деятельности. Планируете ли вы продолжить спортивную карьеру и после Олимпиады в Рио, независимо от того, да, будете ли вы участвовать, нет, будет, какой там результат будет или нет. Насколько дальновидны у вас планы на спортивную карьеру? Ну, после Олимпиады, конечно, продолжим. Ну, а как долго, не знаю, пока здоровье будет позволять бороться. Ну, и от меня вопрос, ну, спортивная карьера, ну, через какой-то промежуток времени закончится, а тренерскую карьеру вы не планировали продолжить, ну, начать вот так? Пока я даже не думаю, пока просто вот, сейчас, в одну сторону направлено, не знаю. Спасибо. И мы переходим к вопросам личностным от наших, точнее, ваших болельщиков. И один из них, как вам удается совмещать профессиональную карьеру спортсмена и такую, ну, образцовую семейную жизнь? Вы женатый человек, у вас ребенок. Как это совмещается? Потому что мы знаем такой насыщенный и интенсивный график спортсмена. Ну, жена, как бы, ну, привыкла уже. Знала, за кого выходит замок, почему готовым надо быть, так что все нормально. А ребенок, как он всегда ждет встречи? Ну, она маленькая пока еще, только еще года нет, 10 месяцев пока. Ну, медаль вы свою серебряную показали, ее уже? Играет она с ней? Нет, не играет. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, который мы получили, это есть ли у вас социальные сети? Ну, не секрет, что многие спортсмены, не только в нашей стране, но и в мире, пользуются, по различным видам спорта, пользуются социальными сетями для общения со своими болельщиками. И используете ли вы такой тип общения? Не, у меня нету социальных сетей, я как бы предпочитаю живое общение. С кем общаюсь, могу по телефону, могу звонить. То есть мы можем сказать вашим болельщикам, что, пожалуйста, пишите нам свои вопросы, и Михаил Пуляев с удовольствием на них ответит. И вот один, ну, заключительный вопрос сегодняшней нашей беседы от одного юного спортсмена, который задает вопрос, и звучит он так. Ваш рацион питания в момент тренировок и соревновательной деятельностью, и насколько он отличается от рациона питания в обычной, когда вы, ну, у вас, допустим, вот как сейчас, у вас как бы нет такой, да, вы приехали домой, отличается ли рацион питания, и... Да я как бы, я так особо сильно ни в чем себя не ограничиваю. Ну, перед соревнованиями я чуть меньше пью воды, что-то там, и ем, просто ушел вес. А так, в принципе, ни в чем не ограничивается. Спасибо большое, Михаил. Стараюсь как бы не разъедаться тоже, потому что у нас сейчас больше 3 килограмм нельзя, чтобы там, знаешь, что-то. Угу, угу. То есть вы не планируете через пару лет перейти в весовую категорию до 90 килограмм? Нет. Спасибо большое, Михаил. На этом наша беседа окончилась, и мы будем с нетерпением ждать новых вопросов, и встречи с вами уже там через несколько месяцев. Спасибо, удачи, успехов. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.